Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вопрос, в чем встречать Новый год, для многих сегодня является насущным. Если вы зададите этот вопрос в Гуглу, то он вам выдаст вот такие вот платья. Возможно, если бы я была молода, работала и еще имела какой-то бубновый интерес, то у меня была бы целая коллекция такой одежды. Но сейчас она для меня совсем не актуальна. Напротив, моя натура и всеобщее тренд на разумное потребление говорят о том, что хорошо бы те вещи, которые мы покупаем для праздничного выхода, можно было бы адаптировать и для будней. И это, конечно, не это платье в лайме. Мы с вами пробежимся по основным известным нам магазинам в торговом центре Коламбус и посмотрим, что же там есть. В основном, конечно, пайетки. И стилисты нам предлагают в обычной жизни их носить, скомбинировав с чем-то очень простым, например, брюки или юбка из пайеток и обычная футболка. Я видела это в обычной жизни, в своем стрит-стайле это показывала. Мне, честно говоря, нравится не очень. Мне кажется, это очень хорошо выглядит на картинке. В обычной жизни из пайеток я максимум купила бы топ, но никак не юбку или брюки. Прозрачный лонг, расшитый стразами. В общем-то, тоже во многих магазинах вы встретите. И вам нужно будет подумать, что под него надеть. Джинсы или джинсовая юбка, расшитая стразами. Более, мне кажется, приемлемый вариант, чем лонг или даже чем юбка в пайетках. И в праздник при вечернем освещении будет хорошо смотреться. И летом с обычной футболкой, тоже не очень вызывающе. Вот эта юбка мне тоже понравилась. Она многослойная. Сверху прозрачная. Внутри атласная. Ну, это, конечно, тоже нужно мерить и смотреть, с чем вы ее будете надевать. А так прям достойная. Стоит 4600. Мой выбор, вы знаете, это либо бархатные, либо какие-то шелковые струящиеся брюки. Может быть, это, конечно, и юбка. Желательно черного, но можно и какого-то цвета драгоценных камней. Вот, кстати, вполне себе нарядные брюки, которые легко потом адаптируются в повседневную жизнь. И который год все магазины предлагают нам вот подобные сумки нарядные, расшитые стразами. Которые стилисты предлагают носить нам и летом в повседневной жизни. И они, конечно, повысят уровень нарядности любого комплекта. Но при условии, что вы не будете с ней расставаться. Очень мне понравился вот этот комплект. Золотая юбка-баллон. И простое лаконичное черное боди. Ну, вот это вот как раз формула. Что-то очень нарядное, что-то очень простое. Не знаю, наденете ли вы эту юбку еще раз, когда-то куда-то. Но выглядит, конечно, эффектно. Кружево тоже очень нарядная фактура, конечно. И это боди за 4 тысячи. Есть к нему юбка. Но тоже нужно думать, что вы наденете вовнутрь. В принципе, простая черная майка хорошо сработает. Можно, наверное, что-то цвета ньют попробовать. И чувствовать себя такой голой. И тогда кружевной топ или вот эти вот лонги со стразами, надев даже с простыми джинсами, выглядит это будет нарядно. А если вы наденете еще и джинсы со стразами, то вообще по-новогоднему будете соперничать с новогодней елкой. Можно будет вот такую майку со стразами и сверху надеть какой-то хороший, в меру строгий жакет, который обязательно сослужит вам службу и в будни. И, скорее всего, он уже у вас есть в гардеробе. Поэтому какой-то нарядный топ в пайетках, в стразах. И, пожалуйста, вам новогодний наряд готов. Это не новогодняя коллекция. Хотя, если вы наденете этот тонкий базовый свитер с шерстью, с какими-нибудь брюками в пайетках или с золотистой юбкой, то будет как раз то, что нам и советуют стилисты. Это что-то простое с чем-то нарядным. Просто я вам решила показать, что мне понравилось в лайме, раз я уж туда зашла. Вот этот кардиган мне очень понравился. Здесь, по-моему, стопроцентная шерсть. Не знаю, остался ли он еще в живых. Стоит 8 тысяч, потому что очень достойный. И, кстати, можно его использовать вместо жакета, надев туда топ с пайетками. На манекене показан молочного цвета, а внутри платье тоже, я так понимаю, стопроцентная шерсть. Единственное, видите, здесь достаточно низкая пройма и такой намек на американскую. То есть с бюстгальтером будут проблемы. А так, надев сюда кучу какой-то яркой бижутерии, вполне получается себе нарядный образ. Судя по развеске плотной и по цветам, лайм готовился к распродаже. Возможно, она уже началась. И эти брюки я вам показывала в своем обзоре, примеряла. Хорошие, многим понравились. И видите, даже до распродажи, не уверена, правда, что есть все размеры. Вот эти брюки я их не меряла, но тоже они мне понравились. С асимметричной застежкой. Мне кажется, там тоже есть шерсть. Стоят они 6 тысяч без скидки. Со скидкой вполне можно купить. И вот этот жакет к тем брюкам. Это был костюм. В общем, смотрите мои предыдущие ролики. В магазинах в основном были в размере XL. Ну и я думаю, что их обувь со скидками будет неплохим приобретением. Зашла я в Манго. Немного там было из новогодней коллекции. Видимо, я рано начала. У них на сайте сейчас гораздо больше всего. Что мне понравилось, это вельветовые брюки. Вельвет, вы знаете, сейчас очень актуален. Грамотно этот цвет у них расположен. Рядом с черной обувью. Здесь хорошо, что такая эластичная щиколотка. При этом тоже на замке. В общем, будет плотно облегать ее. Видите, как красиво смотрится рыжий с черным. Вельветовые брюки в Манго стоят сейчас 6 тысяч. Зайду я, наверное, померю. Кто не носит каблук ни в каком виде, даже комфортный и устойчивый, тем предлагается обувь рядом без каблука. Ну что, молодцы. Сейчас очень модно вот эта вся пушистость, фактура. В Манго тоже есть такие джемпера. Мне сначала показалось, что это пайетки, но это не пайетки. И тут же висит сумка оранжевого цвета. Стоит 4 800. В общем, такой комплект красивый, актуальный. Тут же дубленка. Дубленка в Манго стоит 16 тысяч. Продолжая тему пушистости. Вот такая шубейка из искусственного, естественно, меха. Или вот такой вот свитер. Прямо, смотрите, едьте к нам пришли. И висит рядом с бархатным костюмом зеленым. Вот такой фактурный джемпер с металлизированной тканью. И тоже можно его надеть с какими-нибудь нарядными брюками. Возвращаясь к теме Нового Года. Или, если у вас уже есть какой-то жакет из Твида в Манго. Вот видите, такой нарядненький. Он тоже с какими-нибудь нарядными брюками будет смотреться хорошо на Новый Год. Честно сказать, этими пайеток я предпочитаю люрекс. Может быть, не так нарядно, но зато лучше вписывается в повседневность. 4 тысячи стоит вот такой топ. Но здесь, конечно, вырез глубокий. Что-то надо вниз надевать. Может быть, в такую же майку. Получится у вас двоечка. Как я уже сказала, в каждом магазине сейчас сумки со стразами. Выбираете по комфортной вам цене и модель, которая больше вам нравится. Ну, либо можно купить вот такую вот металлическую. Это тоже сейчас модно. Металл как будто бы расплавленный. И тоже летом хорошо впишется в комплект с джинсами. 6 тысяч стоит. Обувь, конечно, всегда играет роль в комплекте. Если она какая-то нарядная, то любой самый простой комплект может вытянуть. Это могут быть лакированные какие-нибудь туфли. Либо со стразами. Красный цвет сейчас не менее актуален, чем серый. Но носить его будут гораздо меньше. Поэтому у вас шанс выделиться. А я покажу, в чем я была одета. Из серии «Все лучшее сразу». Кстати, вот хорошая тема. Шелковый платок под свитер. Во-первых, меньше пачкается. Во-вторых, меньше колется. Ну и добавляет нарядности и женственности. Такому утилитарному комплекту. Можно, конечно, жемчуг снять. Сумка бренд Афина. Джемпер Найс Фан. Хорошо сочетаются по цвету и контрастности. Бомбер и джинсы. Магазин Душу на Алиэкспресс. Кроссовки. Магазин Ботудей. Они есть на Валберис. И буквально вчера у меня была распаковка из этого магазина. Там я более подробно все описываю. Это платье я покупала в Манго за 7 тысяч. На Валберис оно, по-моему, за 5 продается. И вот эта серая мне понравилась. Но, правда, в одном экземпляре уже было, видимо, разобрали. Оно расклешенное. Должно хорошо сидеть на хорошей фигуре. А это уже магазин МААК. И палетки проникли и в мужской гардероб. Видите, какой бомбер в пайетках для мужчин. И, кстати, будет бомбер в пайетках в еще одном женском магазине. И мне он там понравился, конечно, больше. Если вы досмотрите, то увидите. Но вообще выбор пайеток, конечно, огромен. Если бы все-таки я искала для себя пайетки, то я брала бы мелкие. Но вполне можно обойтись. И вот такой вот обувью. Здесь эти туфли стоят 5000. Надел их с черным костюмом. И ты уже нарядная. В МАК есть водолазки из люрекса. Но какие-то в этом году люрекс как будто бедноватый. Но, во всяком случае, здесь они, по-моему, хотя бы приятные к телу. Такие мягкие. И МАК нам предлагает кардиган тоже серый. Вот с такой вот отделкой. Стоит он здесь 6000. И я бы, конечно, лучше купила в Лайм. Добавила бы пару тысяч и купила бы там. Лав Репаблик сам по себе нарядный магазин. Здесь всегда, независимо от времени года, можно купить что-то на выход. Посмотрите, сколько фактурного материала. И здесь тоже есть люрекс. Он такой полупрозрачный. И мне кажется, вот здесь он был жестковат. Стоит 5000. Ой, и мой любимый способ поднять комплект на новую нарядность. Это вот такая вот бижутерия со стразами. Здесь огромный выбор. Посмотрите, и колье. И 2000 стоит и колье, и серьги. И серьги я люблю больше всего. Они лучше всего внедряются в повседневную жизнь. Для этого я ношу их с футболками, и с джинсами, и с худи. Это надевается на какой-то топ. Такая я ее называю сбруя. Здесь серьги где-то стоят 1600. Это дорого. Я думаю, все, кто хотел, уже закупился на Алиэкспресс рублей за 300. Я, во всяком случае, точно. Если не хотите висячие серьги, то можно вот такие вот гвоздики. Более скромные. Вот вам и Новый год. Обычная хлопковая футболка со стразами за 3000 в Love Republic. Я помню, в прошлом году в Лайме были такие шикарные футболки со стразами. Очень хорошо смотрелись. Здесь это как-то немножко грубовато. Ну, и вот такое вот сердце на груди. Тоже летом сможете прекрасно носить с джинсами. 3000. Сотопроцентный хлопок. Так вот, возвращаясь к Лайму, что-то в этом году вот я не вижу у них футболок со стразами, как они нас в этом году не обеспечили. Ну, и, конечно же, сумка. Как без нее? 4500 стоит атласная юбка вискоза с полиэстром. Она прям длинная, прям максим. И такая длина, она, конечно, отсылает нас к вечерней моде. Здесь еще и атлас. Ну, в общем, выглядит нарядно. Я думаю, что даже с обычной футболкой и с украшениями яркими должно смотреться хорошо. Следующий магазин на очереди у нас Зарина. Ну, и у них даже входная группа какая-то не очень новогодняя. Ну, как мы видим, прозрачность и красный цвет. Ну, красный цвет, он сам по себе очень такой яркий, бросается в глаза. Без украшений здесь не обошлось. Без изделий из люрекса тоже. Но какой-то, вот я говорю, во всех магазинах не очень нарядный. Как правило, все эти люрексовые вещи, они из вискозы. Особенно в зеленом цвете, в болотном, так вообще не нарядно. Еще черный, фактурные, мягкие, пушистые свитера. Вот здесь за нарядность отвечает застежка. Пришитая к одному краю. Стоит 3,600. Не знаю, мне кажется, лучше бежутерию на шею. Лицом этого бренда в этом году стала Юлия Снегири. Неожиданно Максим Матвеев. О том, что у них есть, может, такая коллекция. Я что-то первый раз об этом слышу. Вот такие сетки со стразами. Ну, в принципе, тоже как вариант. Надеваете на черную майку и получаете вечерний комплект. Стоит 1,800 в одном размере. И он очень маленький, поэтому я вам даже не буду говорить, где это. По-моему, тервалина. На магазине Ре я, честно говоря, возлагала надежды. Но не очень они оправдались. Единственное, мне понравился вот этот топ с люрексом. Здесь и асимметричный ворот, и драпировка. В общем-то, динамичненько. К нему еще есть юбка. Ужасные пайетки на толстом материале. Грубые пайетки. Смотрится плохо. Вот это пальто, мне кажется, я вам уже показывала на себе. И все равно оно мне нравится. Мне нравится вот этот принт-елочка. Посмотрите, как хорошо смотрится. Просто с белой блузкой, с синими джинсами. И мне понравился этот красный шарф. Шарф был, правда, неплохой. Тонкий, мягкий. Здесь хороший состав. Стоит 2 тысячи 64 процента шерсть. 14 вискоза. За счет этого вот он такой мягкий, гладкий. Топ, который я видела на витрине, стоит 2 тысячи 400. Хорошо будет смотреться с джинсами в повседневной жизни. Вот это мне нравится уже меньше. 1 тысячи 800. Бархата хорошего я не нашла в нашем масс-маркете. Какой-то велюр. И очень дешево смотрится. Прошлые годы я хотя бы на ламоде что-то находила. Но в этом году тоже какой-то прям слабенький совсем улов. Но можете на маркетплейсах посмотреть. А это села, которая на входной группе нам предлагает зимнюю моду. Ну вот на витрине есть сетка, металлические джинсы, металлизированный топ, юбка со сеткой. Давайте зайдем вовнутрь и посмотрим. Сетка сетки рознь. Здесь за 4 600 вы получаете сетку вот с такими вот швами под мышкой. Мне кажется, смотрится плохо. Вот эта вот сетка и внизу черная майка. 4 600 стоят джинсы со стразами. Но стразы здесь прям мелкие. Они не так бросаются в глаза. Мне, кстати, понравились вот эти пайетки на белом фоне. Тоже они не слепят глаз. Стоит 3 тысячи на белой сетке. Ну так, достаточно деликатно смотрится по сравнению с тем, что мы уже видели. И это юбка. Видите, она не ослепит вас. И брюки есть. А вот это уже будут зайчики пускать. Серебристые, черные. Это от вас получили вот расходиться. Футболка вот с такой сбруей, которая пристегнутая. Ее можно отстегнуть. И тоже джинсы, но вот уже с другими стразами. Видите, в нескольких магазинах мы это увидели. Ну, в общем, можно летом носить. Стразы только спереди, сзади их нет. Ну, в лайме точно то же самое было. Цена была, по-моему, такая же в лайме. Я сейчас уже не помню. 10 минут прошло. Память как у рыбки. Обычные черные брюки и пояс со стразами. Тоже как вариант. Черные атласные брюки. Можно было бы порадоваться. Но какая-то очень грубая. Грубый материал. И вот этот гульфик на такой ткани смотрится плохо, мне кажется. Лучше на резинке. Стоит 2 800. Ну, конечно же, перья, которые у нас с нами уже 2, а то и 3 года. Тоже могут придать нарядность образу. Может быть, у вас уже они есть. Я бы сейчас, конечно, не стала покупать. Особенно целый сарафан с перьями. Это же все куда-то уйдет на выброс. Кто это будет брать? Костюмы с перьями. Все это уже нам показывали. Вот, кстати, джинсы. Есть дыним с напылением металлизированным. Стоит 4 800. А это, ну, такая просто ткань металлическая. То есть, это не деним. Это какая-то синтетика. Что-то для космонавтов или анти... Для каскадеров, знаете, чтобы не сгореть. Они, по-моему, такое надевают. Вот, футболка со стразами мне здесь нравится больше, чем в Laf Republic. И на черном материале она смотрится так, деликатно поблескивает. На белом материале просто точки. Я бы черные бы взяла. Бифри нам даже на входной группе не предлагает ничего новогоднего. Все зимнее. Но, как и в Lime, есть сетка со стразами. Стоит, наверное, она здесь дешевле. Вернитесь в начало и посмотрите. Я уже не помню. Ну, в общем, разница не очень большая. Ой, вот этот вот дождик серебристый. Сейчас новый тренд. Ну, очень колючий. 3,300 стоит. Просто это невозможно будет надеять на себя. Просто колючка. Люрексовая сетка. 1200. Черную маечку вниз. В предыдущих магазинах, мне кажется, было дороже. Можно дешевле устроиться. И в разделе пижам. Атласные брюки. Такая, по-моему, тонкая была. Ну, тоже можно, вообще-то, выкрутиться. Если уж совсем не знаешь, что надеть. Черная и красная. Сначала встретить Новый год, а потом ходить в этом дома. 8,000 стоит бомбер в пайетках, о котором я вам говорила в начале. Здесь нет резинок, видите. Он такой, типа, бомбер, но не совсем. И такая грубая молния спереди. Все это, как бы, чуть-чуть приземляет. Ну, интересный вариант. И тоже металлизированный деним. Стоит 5,000. И они им, видимо, гордятся, потому что на всех манекенах. Хорошо смотрится этот бомберш с этими серыми джинсами. Эллюриксовый топ. Видимо, будет прям короткий. Ну, и много всякого металла. Это магазин Вилет. Видите, вот эти джинсы, которые я вам показывала. И которыми они гордятся. Конечно, все джинсы надо мерить. В общем-то, летом они будут актуальны и хорошо смотреться. И вот такой материал, как расплавленное серебро. Это тоже сейчас модно будет. И сейчас, и летом будет актуально, я думаю. И футболка из такого расплавленного серебра стоит 1600. Наклеена на оранжевый ценник. Видимо, была на нее скидка. Сейчас новая цена косухи. Ну, в косуху я бы не стала бы вкладываться. А это магазин Элис. Он подороже. Он покачественнее, конечно же. И вот такое платье из люрекса. Стоит 8000. Вообще, у него нет рукавов. Поэтому это, наверное, больше сарафан. Но написано платье. Я все это платьями называю. Аналогичные черные брюки с атласным лампасом мы видели в Lime. Здесь они стоят 8000. Рекомендую. Мне кажется, они очень вариативные. Ссылочку на них я оставлю вам внизу в описании под этим видео. Майка с леврексом бежевая. Стоит 4000. А это бархат. Конечно, покачественнее, чем мы видели предыдущие. Но грубовато. И вот эта отстрочка. Она, конечно, добавляет вертикали. Но мне кажется, грубо очень. Либо бархатная рубашка. Стоит 9000. И последний на моем пути был магазин InCity. Наверное, здесь можно купить пайетки подешевле. Если они вам нужны. Ну, вообще во всех магазинах, конечно. У меня ощущение, что одна и та же вещь в разных магазинах. Просто с разными этикетками. Вот это вот платье мы видели в резерве на плотной-плотной ткани. С крупными пайетками. Которые я сказала, что плохо. Просто дубль-два. Но это InCity. Или вот такие атласные брюки с гульфиком. Мы видели в села. Тоже из грубой ткани. Тоже просто дубль-два. В общем, я не знаю, что вы будете надевать в Новый год. Я вам сниму ролик, в чем буду я. В общем-то, я вам этот ролик каждый год снимаю. И я практически всегда в одном и том же. Кстати, вот платье. Буду неплохое в InCity. 3 800. Розовенькое. Пишите, в чем вы собираетесь встречать на Новый год. И каких обзоров вы от меня еще ждете. До новых радостных встреч. Всем пока.